Прокачай свой аккаунт Dota2, переходи по ссылке в описании. Привет друзья, с вами Киборжик и сегодня у меня профессиональный игрок, супер четкий пацанчик Stray. Привет всем ребятки. Да, давно мы тебя не видели, где ты пропадал, расскажи. Я пропадал на учебе и немножечко в стримах. В общем-то времени было маловато, но сейчас стараюсь как-то вернуться немножко. Так что, если вы смотрели Stray или еще не знаете, кто это такой и чего смотреть, он катает там какие-то папчики рейтинговые. Заходите, все ссылочки в описании, даже где-то тут на экране наверняка есть. А сейчас мы рассмотрим такого интересного персонажа, как Эмбер Спирита. Да, именно его. Давно его просили сделать, я думаю надо. Давай сначала решим вопрос. Так как мы его берем в мид, конечно, мы же хотим поднять свой рейтинг. Против кого его стоит брать, а против кого не стоит брать? Ну вообще, много героев есть, конечно, которые его убивают. Ну давай конкретно. Инвокер экзортовый. Очень хорошо с ним стоит, вызывает форс спиритов и, в принципе, харасит и фармит больше, чем он. То есть вы будете проседать от него. Ну я, конечно, беру в расчет то, что это ваш рейтинг. Конечно, если у вас там на основном аккаунте 6 тысяч вы играете на 3 тысячах, вам будет легко. Но вот я для игроков, которые именно пытаются выйти со своего рейтинга. Инвокер очень для вас грозный противник. Апсидан страшен для вас, потому что у него много дэмэджа с руки, плюс астралы, у вас не будет маны хватать ни на что. Дальше. Та же квопа может вам неприятности доставить. Сайленсер. Практически любой мидер рейнджевой, тинкер, инвокер, вот эти все ребята, они очень хорошо стоят с эмбером, и они его, так сказать, нагибают. Вам будет против него тяжело. Ну, в принципе, это именно на миде. Если брать остальных героев, то любой герой с сайленсом, тот же опять же, сайленсер, скаймаг, такие герои, как баланар, это все его очень сильно контрит. Поэтому эмбера обычно я беру против героев, которые... Что ты там делаешь? Я что-то смысле сделала. Я просто это услышал и понял. Сразу все понял. Не парься, я это вырежу. Так вот, давай дальше. Следующий вопрос. Да, давай следующий вопрос. Как качаться на миде и что покупать в каком порядке? У эмбера на миде существует вообще две раскачки. Ну, самая, так сказать, дефолтная, самая популярная, которую мы видели, это через щит. То есть эмбер качается, максит третий и качает первый. Можно играть так. Ну, так я предпочитаю играть, если против меня стоит герой, который задалбивает очень сильно меня с магией. Прям очень сильно. Либо второй вариант. Если против меня герой стоит вообще без скиллов. Типа, например, темпларка та же, ей щитом рефракшн надо сбивать, его надо максить в любом случае. Вот хочу напомнить, что щит первого уровня эмбера, он не сбивает рефракшн темпларке. Хотя там написано 30 демиджа в секунду, но щит у нее не спадает. Так вот. Против... Я забыл, что хотел сказать. Ёбаный свет. Как собирать. А, как собирать... И я перепил. Давай заново. Да я специально не буду это вырезать, пусть ребята поржут. Я понял. Не, затар на мид, естественно, там до 10-й, такой 15-й минуты. Я понял. Ну, затар до 10-й минуты, это дефолт. Фейзы и барабаны. Почему барабаны? Многие говорят, там, можно же взять арканы. Зачем тратить деньги на барабанщики? Я объясню. Арканы, если вы купите, это, конечно, круто. У вас будет сапог, дающий ману, у вас будет много маны, но у вас не будет демиджа с руки. С фистов вы ничего наносить не будете. Вы будете, так сказать, каким-то полумагом. Я предпочитаю брать фейзы и брать барабаны, потому что барабаны, они дают и ману. Ну да, они, конечно, не могут, как арканы, восстанавливать эту ману, но они дают монопул в районе 150 маны. Дают скорость передвижения, что очень хорошо. Плюс еще скорость передвижения на команду, и плюс вы их можете еще юзать, увеличивая скорость передвижения и атаки. Поэтому я считаю, что барабаны все же нужны на мидерском эмбере обязательно. То есть без них нельзя делать фейзы и сразу батлфьюри. И плюс в детстве ты был барабанщиком. Да, в детстве я был барабанщиком, но и маны без барабанов хватать не будет. Просто многие тоже покупают фейзы и делают сразу батлфьюри и так далее. Но монопул будет 300 с чем-то. А у вас все четыре скилла, если вы возьмете и посчитаете, сколько они стоят маны, чтобы их все четыре заюзать в драке, это будет 300 с чем-то. То есть 150 ульта, 110 первый скилл, полтишок второй и 150 щит, если вы его там замаксили. Какая тактика игры за эмбера после получения, до получения шестого уровня и после получения, вкратце? Ну, до шестого уровня мы стараемся побольше фармить, естественно, при возможности убить вражеского героя на миде. Ну, такие герои, как Пак, как Квапа с блинками, их тяжело будет убить. Но если против вас будет стоять та же темпларка или любой герой милишный, то его всегда можно как-то развести и щитом поджечь. То есть побежать за ним и убить. До шестого мы фармим и по возможности пытаемся убить противника. Получив шестой левел, мы начинаем передвигаться по карте. У эмбера такая тема, что это ульта, там есть три заряда. То есть вы одновременно в одно место кидаете три заряда быстро и летите на цель. Урон суммируется с этих трех зарядов? Естественно, урон суммируется. В чем вот именно сильный эмбер на миде после шестого? То есть он убивает практически любого героя. То есть будь там инвокер, любой герой, у него будет в районе 700 хп на шестом уровне. И как раз если вы максили щит, то на шестом уровне вы включаете щит, через три иллюзии летите, связываете и просто его убиваете. Потому что дэмэджа вам в любом случае хватит. Хорошо. Получил ты шестой на миде. Стоит ли идти сразу на помощь ребятам или оставаться стоять фармить? Тоже популярный вопрос. В доте нету такого, что ты идешь на миде, и тебе надо обязательно, если ты мидер, тебе надо гангать. Вот получил ты шестой, тебе надо гангать и так далее. Вот как в папчике играет, я думаю, многие, кто стоят в папчике на миде, они сталкиваются с такой темой, что вот вы стоите на миде на шестом уровне, у вас, допустим, счет 1-0, вы один раз вражеского мидера убили. И тут вам там с харды какой-нибудь чувак говорит, ну, играйте вы на пудже, допустим. Пудж, брат, а почему ты не гангаешь? А почему ты еще на миде стоишь? Ну, в доте все зависит от ситуации. В доте можно и 20 минут фармить мид, если просто ничего не происходит, если враги под своими вышками сидят, и никаких стычек нету, то зачем идти гангать под вышку? Тем более, вот, например, на харду, если на харде у вас один герой стоит, он обычно стоит против двух-трех героев. И в итоге вы пойдете гангать, вы можете вообще либо никого не убить, потратить время, либо просто пойти и нафидить. Поэтому в доте надо именно все делать зачем-то. То есть вот вы идете по руне, хоп, инвиз. Все, инвиз это означает, что у вас есть возможность пойти гангать. Смотрите по линиям, ага, там, на топе ничего нет, на боте что-то может быть. Портуетесь в инвизе на бот, там что-то делаете. Идете на руну, там, например, иллюзии. Ну, с иллюзиями далеко гангать не пойдешь. Зачем идти с иллюзиями гангать? Возвращаетесь на мид, пытаетесь спушить башню, что угодно. Видите ситуацию, идете, но не надо играть, отталкиваясь от того, что я мидер, я должен гангать. И в итоге такие гангеры бегают по 0.5 по карте и говорят, что, блин, я все делал как надо, я гангал, но у меня 0.6, команда дно. Хорошо, следующий вопрос, вот, начальный золотар ты сказал, очень частый вопрос, ты его часто на стримах видел. Какой же следующий предмет, Battle Fury, Дезолятор или там иногда даже Мьёльнир предлагают? Ну, начнем с Мьёльнира. Мьёльнир, вообще, он дорогой артефакт, но если брать именно Мьёльнир... Ну, собирать с электромолотка, с Майлсторма. Да, да, да. То есть, если брать Мьёльсторм, ну, это немножечко не то, потому что это выпадет, не выпадет. И плюс, когда враги купят БКБ, в принципе, в БКБ Мьёльсторм, все знают, что он не бьет, это магический урон. Поэтому Мьёльсторм я вообще никогда не беру на Эмбери, я считаю, что это бред. То есть, остается у нас Дезоль либо Battle Fury. Давайте посмотрим, что он дает один, ну, вот, эти артефакты. Battle Fury нам дает сплэш, нам дает 65 дэмэджа и дает реген ХП и МП. То есть, Эмберу нужен реген МП, но про ХП я не буду говорить, это, в принципе, неважно для него. Реген МП нужен, потому что маны всегда не хватает. И сплэш, самое главное. И 65 дэмэджа в придачу. То есть, мы будем сплэшевать, правильно я говорю, Петя? Да, правильно, сплэшевать дальше. Вот, сплэшевать будем. Особенно, если у нас в команде есть какой-нибудь герой, стягивающий в месте, например, Dark Seer, Magnus, Enigma. Ну, сами знаете, что у Dark Seer есть. Он может всех стянуть, Magnus тоже за рпшить, Enigma в Black Hole взять. То в этом случае Battle Fury обязателен вообще. Потому что Magnus, даже если двоих стянет, вы из Battle Fury нанесете урона намного больше, чем Дизолятор. Дизолятор вам что дает? Он дает вам 60 дэмэджа и дает вам минус 7 армора. Это, конечно, хорошо по одиночной цели. Если брать так, что в замесе все будут стоять друг от друга на максимальном расстоянии, то, да, Дизоль будет полезнее. Ну, такого же не бывает. То есть драка всегда кто-то стоит либо с крипами, либо два героя рядом. Дэмэджа с Battle Fury выходит намного больше, чем Стрей. Они, наверное, имеют в виду, почему просто не повесить, ты же через фисты можешь минус армор на всех повесить. Минус армор на всех повесить-то понятно. Но тут Эмбер он должен именно наносить по целям больше урона, не по одиночным. Он должен как-то кучу убивать. Эти фисты, они в чем сильны вообще? То есть, вот допустим, вы играете за Эмбер и вы проигрываете. Вас идут пушить на хайграунд. Вот толку, что вы с хайграунда кинете фисты и дадите всем минус 7 армора. Это фигня. А с Battle Fury вы сможете отпушить эту линию. Вот, например, заходит 10 крипов и 5 героев к вам на хайграунд. Вы с хайграунда нажали фисты, в итоге вы, можно сказать, практически всю пачку убили и героев накоцали, так как они рядом идут. То есть, это дает еще и отпушивающий такой вариант для Эмбера. К вам на хайграунд будет очень сложно зайти. А Дизоль, это, так сказать, можно его брать уже после какого-то Battle Fury, и то я считаю, что это артефакт, он не дает никакого регена. Для Эмбера Battle Fury оно ему очень много регенит. То есть, кто попробуете собрать Дизоль и Battle Fury, вы почувствуете разницу. С Battle Fury вы на базу вообще ходить в принципе не будете, ну только если естественным путем. Следующий вопрос, такой тоже популярный, собрал ты в Battle Fury. В следующем, что собрать, еще одну Battle Fury или Daedalus? Ну, если играть серьезно, то, естественно, Daedalus. Потому что Daedalus дает больше, чем второе Battle Fury. Второе Battle Fury просто увеличит сплэш в два раза, ну и даст 65 дэмэджа, да. А Daedalus... Иреген еще. Ну, иреген еще усилит, да. Ну, я так 5 Battle Fury тоже собирал, было нормально. Но именно по дэмэджу с Daedalus выйдет намного больше. Потому что, если будет стоять несколько юнитов рядом и выпадет хоть один крит, то урона будет намного больше, чем по второму. А он еще и сплэшом этот крит полетит. Да, 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 вот именно. То есть урона будет намного больше, чем дает второй Battle Fury. Так, это мы учитываем один крит. А крит-то может выпасть там на двух юнитов, правильно, или на трех юнитов. Тогда урон вообще получается бешеный. Поэтому Daedalus, он при шансе, при срабатывании крита, наносит, дает намного больше дэмэджа, чем второй Battle Fury. И тогда следующий вопрос, что после Daedalus, еще один Daedalus или Rapiru? Ну, Rapiru я бы не стал в современной доте делать. Потому что, ну, кто смотрит мейстрим, мы все видели, что был когда-то счет 30 на 5. Мы выигрывали, я купил Rapiru. В итоге мы умерли, и игра продлилась еще 30 минут. Да, мы как-то выиграли, но, учитывая последний патч, что при таком счете, если вы в пятером умираете, врагам сыпется очень много денег, вообще очень опасно покупать Rapiru. Вот только и семья грибов там сделали, можно ее купить. Потому что я с Rapiru проигрывал даже снеся две стороны, при вот таком разгромном счете, я отдавал Rapiru, там загонялся под фонтан, вроде бы мы как-то всех выигрывали очень просто, всех убивали, я пошел под фонтан, сделал там 5 рэмпейджей, и в итоге умер. В итоге вражеский гирокоптер забрал Rapiru, и через 20 минут у меня трон сгорел. Окей, давай заканчивать, у меня последний вопрос. Есть ли какие-нибудь такие фишечки на Эмбера, которые помогут облегчить или улучшить игру любого игрока, но не все их знают, может ты что-то знаешь такое? Не, ну фишечки, в принципе, если для игроков брать... Ну, кроме там типа возвращения на реминанта назад... Возвращение на реминанта это дефолт, то есть многие спрашивают, как ты так телепортируешься в полете. Просто у Эмбера такая тема, вот вы ставите реминант, допустим, назад, и за вами бегут, у вас мало МП, мало ХП, ну там МП у вас там 200, допустим, вам хватает, ну не 200, а 250. И мало ХП, то есть, и за вами гонятся. То есть, чтобы быстро улететь, что надо? Реминант стоит сзади, вы жмете лететь на реминант, и в это время, как только это нажали, сразу же жмете два раза на телепорт. В итоге, пока он летит на реминант на свой, он уже портируется. В итоге, когда вы к нему прилетели, у вас уже ТП полторы секунды прокастовалось. Это примерно как и с другими такими... Это примерно как и со Штормом, да. Со Штормом, там, Землей, еще и так далее. Да, 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 то есть, ну это такая, это как бы даже не фишечка, ее... С Форстафом, там, еще чего-то. Да, ее знают все, но большинство игроков, так сказать, с более низким рейтингом, которые не так давно играют в Доту, этого не знают. Поэтому, я думаю, кому-то будет полезно это вот знать. Хорошо. Назови самую фановую сборку на Эмбер Спирита, но при этом, чтобы она была рабочей. Пять Баттл Фьюри Фейзы. Всегда работает. Не, это, конечно, интересно, когда у тебя там сколько, 125 сплэша? А еще, может, варианты. 175. А там, Вампир Эмбер. Не, Вампир Эмбер, не знаю, вообще не вижу смысла покупать ему какой-то Вампир, даже для фана, потому что, ну, это бессмысленно. Ну да, вы в фестах, вы будете там с каждого юнита что-то себя отжирать, но... А если, допустим, три дешевых электромолотка? Вот три молотка можно вообще, хорошо. Надо попробовать, кстати, на стриме сыграть. Ну, они, во-первых, дешевые, а во-вторых, там урон неплохо дает, и шанс прокать будет очень большой там. Ну, так тоже можно, да. Но вообще, я считаю так, вот многие играют на Эмбере, они как-то идут в ближний бой. Эмбер это такой герой, который в ближнем бою вообще драться не должен. Его задача просто убивать фестами. Вы раз в 6 секунд даете много дэмэджа. А если, то есть он ловкач, он керри, но он не такой керри, как остальные, как, например, Луна та же. Луна взяла, включила БКБ, пошла драться, суки. Я антимах там прыгнул, пошел драться, Войт пошел драться, Фантомка пошла драться. А Эмбер, он, да, он тоже керри, но он керри, который, если пойдет драться вот в милишной атаке, то он умрет. Просто очень легко контролится. Ну, хорошо, на этом, я думаю, закончим. Что ты хочешь пожелать нашим подписчикам? Ну, пожелать я хочу, естественно, терпения, терпения. И спамить мне очень много, потому что, ребятки, я стараюсь стримить побольше. То есть, как у меня свободное время, я всегда начинаю стримить. Поэтому не думайте, что я лентяй и там какой-то фигней занимаюсь и не стримлю. Ну и также поднимайте рейтинг. Пикайте сильных героев и побеждайте. Либо удалите доту и побеждайте. Удалять не надо, но побеждать всегда приятно. Ну, хорошо. В общем, ссылочки на стрим, на паблики и так далее вы найдете в описании и на экране. С вами были Кибержек и Стрей. Всем удачи, всем пока. Всем пока, ребят.